Я рада, что ты пришла. Рада, что с тобой куда-то вышла. Да, я рада, что я наконец-то вытащила, потому что я только раз приобрела Юля, пожалуйста, ты должна выходить от нас. Я знаю, знаю. Все-таки пришла от нашего дебюска. События моей жизни немножко меня выбили из колеи. Да, Юль, давай немножко согреемся, ты мне просто расскажешь. Я следила за твоим блогом, знаю о всех твоих событиях, что у тебя произошло. Я не могла, конечно, эти дни говорить ни по телефону, никак, ни с кем не хотела общаться. Я хотела это все как-то в себе переварить, пережить. Знаешь, у нас была счастливая семья. Правда? Да, мы хорошо живем. Ну, ты же знаешь, мы много путешествовали, мы любили друг друга. И даже сейчас, когда я вспоминаю, ну, вот эти моменты, я улыбаюсь. Молодец. Еще по одному желанию. Сейчас, подожди, давай, проговорим мысленно. Готов. Вокруг. По часовой стрелке. Захат в Вильнюсе. Молодец, ты держишься. Я улыбаюсь, потому что, как бы ни было хорошего в нашей с ним жизни, было намного больше, чем плохого. Да. Это здорово, что ты держишь все на оптимизме, и что ты не держишь на него зла. Нет. Ты знаешь, как я подумала, что Бог ведь прощает нам наши грехи, да? Конечно. А почему я должна не простить, если Бог простит? Конечно. Я тоже должна постараться внутри себя простить и отпустить, просто отпустить. Правильно. Правильно, потому что злость, она все-таки больше будет гнобить тебя, чем его. Или, ну, в принципе, все равно у вас было много хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы за эти три с половиной года объездили кучу стран вместе, с Алисой, с детьми. Ну, у нас как-то столько всего общего было. Мы постоянно смеялись, шутили вместе. У нас какие-то такие общие трогательные моменты всегда были. Ну, нам было классно. Он веселый был, да? Ну, конечно. Он и есть такой, да. Ну, не знаю. Мне казалось, что мы вообще идеально друг к другу подходим, мы друг друга дополняем во всем. Вот, конечно. Сейчас, вот оглядываясь назад, я понимаю, что вот именно в декабре, в этом декабре, у нас немножко что-то поменялось в отношениях. Я это чувствовала, я не могла понять, что именно. Но я чувствовала, что человек уже не говорит так часто «я тебя люблю». Он вообще этого не перестал. Да, конечно, это как на фоне интуиции. Он перестал говорить «я тебя люблю», в основном говорила «я», а он мог ответить «я тебя тоже», «я тебя тоже». Вот, он перестал, утром уходя на работу, меня обнимать и целовать. Это всегда у нас раньше было. Это куда-то исчезло. Стал провоцировать какие-то конфликты на ровном месте, ну, смешные и какие-то немножко жестокие. И вплоть до того, да, что из-за пачки майонеза не так куплено, и мы могли поссориться, но это было для меня какой-то дикостью. Я не хочу сказать, что сегодня 26-й день, вот этой вот боли, в которой у меня замкнулась, с которой я живу. И я понимаю, что так дальше нельзя, невозможно. Постоянно, когда скачет давление на нервной почве, постоянно, когда болит сердце, постоянно, когда ты себя этими мыслями изнутри, ты себя убиваешь. Я очень боюсь, что это у меня дети, и мне нужно их поднимать, и об этом не может быть и речь. Я должна жить, и я должна научиться снова быть счастливой. Понятно. То, что очень эмоционально, ты не эмоционально, очень близко это приняла. Я эмоционально настолько была привязана к нему, я его резюмно любила, этого человека. И вот в этих отношениях, наверное, я могу сказать так, что я больше отдавала, чем принимала, а он больше получал. И вот сейчас, спустя, наверное, какое-то время, когда у меня будут новые отношения, неважно с ним, да, помиримся мы, не помиримся, сможем мы друг друга принять после всего или нет. Или, возможно, с кем-то другим. Я буду учиться немножко жить по-другому. Я буду учиться принимать, не только любить такую сумасшедшую любовь, да. Вот, мы знаем. Как я чувствую, да, что он хочет, он хочет. Но я не могу сказать, что это решение, спасибо. Но я чувствую, что он меня любит, он любит Алису. Он понимает, что он совершил страшную ошибку, он хочет что-то искать, он не знает, с чего начать, как начать, что сделать. Я вот точно знала одно, что если как-то так в жизни сложится, что мы решим начать с чистого леска, мы вот оба к этому придем, то, конечно, я хочу, чтобы у нас все было по-другому. Это должно быть отношение без лжи, это должно быть тепло дома. Тепло, хорошо, спокойно. Должна быть любовь, нежность к детям в первую очередь. Не должно быть скандалов, конфликтов и в последнее время. Так было много у нас, очень много. И то, что я нашла в себе силы рассказать об этом на весь мир, божественно, всегда. Я не сделала это для кого-то, ради кого-то. Я это сделала в первую очередь для себя, чтобы эту боль отсюда немножко убрать, чтобы стало чуть-чуть легче, чтобы почувствовать поддержку от близких людей, наверное, в первую очередь. Но в итоге получилось, что не только от близких, а от много-много, от многих сотен людей, которые мне написали, которые меня поддержали в письме, которые звонили мне. Ты не представляешь, какое количество СМС я получала эти дни. Люди рассказывали какие-то свои такие истории, что-то свое наболевшее. Делились вот от чистого сердца, пытаясь сделать так, чтобы я прочитала и чтобы мне хоть на секундочку стало легче. Ну вот сейчас, что я делаю для того, чтобы выйти из этого состояния? Я стараюсь чаще видеться с друзьями. Я стараюсь больше времени проводить с детьми, куда-то выходить, играть дома в какие-то игры. Мы с Алисой вечно что-то придумываем, что-то строим. Еще через недельку я уезжаю на море. Я беру Асю, Алису. Таю взять не могу, потому что ей нужно остаться из-за учебы и из-за тренировок. А беру старшую, младшую, мы едем, едет с нами еще подруга моя, будем как-то отвлекаться, нырять. Я вообще дайвинг люблю, Красное море, это мое все. Я стараюсь выходить из этого состояния любыми путями, вообще любыми. Но еще я хочу сказать, конечно, алкоголь это не выход вообще, однозначно. Да, можно было, когда это все случилось, там собрались с подружками, посидели, попили, единоразово на этом все. Потому что, поверьте, вам это не поможет никак. Наоборот, потом на следующий день или через два дня это еще усугубит морально, еще больше накроет. Ты знаешь, сейчас уже, когда вот прошел месяц, я более спокойно об этом говорю. Ну, наверное, конечно, до сих пор еще его люблю. Нельзя, чтобы быстро разлюбить человек. Вспоминаю какие-то хорошие наши моменты. Настолько хорошего было, ты не представляешь. У нас сразу как-то с момента знакомства было все очень быстро, сумбурно, искренне. Через два месяца я уже была беременна Алисой, мы были какими счастливыми. Обалдеть. Здорово. Вот так. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что в этих отношениях я больше отдавала, а он позволял себя любить. Это неправильно. Оба должны наравне отдавать, а не только получать. Я верю, что у меня все будет хорошо. Просто сейчас еще болит тяжело. Мои следующие отношения я буду стараться строить иначе. И сегодня я могу точно сказать, я не держу зла. Я простила. Я отпускаю. И, возможно, ты будешь счастлив с кем-то другим, раз я не смогла этого дать. Юль, ну а какие у тебя планы вообще на будущее? Может быть, на этот год? Понятно, что далеко не заглянешь. Ну, конечно, далеко не загадываю, но этот год, ну, я хотела бы максимально провести с детьми, как я обычно его провожу в путешествиях, в каких-то поездках. Не буду выдавать все секреты, но весну я немножко так распланировала, куда бы я хотела, что я могу себе позволить. Ну, будем надеяться, что это сбудется. По крайней мере, я буду к этому стремиться.